Друзья, всех приветствую! Данный видос будет посвящен тем, кто хочет начать играть на лабе. Именно начать или научиться, ну потихоньку как-то за эту карту зацепиться, начать там более-менее адекватно действовать. Я не буду рассказывать вам про какие-то перестрелки, всякие там позиции, тайминги, я всего этого сам не знаю. Моя цель сейчас как-то, ну, сделать вам какой-то ввод, чтобы вы научились по этой карте бегать, понимали, где какие кнопки можно нажать, где что можно подлутать. Сейчас покажу, какие вы можете купить ключи недорогие, которые максимально будут профитные. И сейчас давайте поговорим прежде всего о том, что стоит с собой взять. Стоит с собой взять большую разгрузку. Не как у меня, это плохая разгрузка, типа вот пояс, там, Blackrock или что-то вот такое. На карте много рейдеров, у рейдеров много гранат, всяких обвесов на пушке, там, не знаю, различные вот там прицелы, глушители, там, различные мелочуги, которые вы можете напихать, и она будет занимать место, как бы нужно куда-то ее складывать. Поэтому желательно какую-то разгрузку побольше, рюкзак, атака или пилигрим, пилигрим, вот что-то из этого, чтобы вы могли засунуть там пару чужих бронежилетов, пару чужих там разгрузок с этих рейдеров. Ну, то есть, чтобы у вас было место для того, чтобы складировать такой лут. Вот, потом по медицине. Ну, в целом, полный комплект, нужен полный комплект медицины, обязательно бейсбол и обязательно хирургический набор. Он может быть там, не знаю, у вас есть вариант взять, не брать шину, взять просто хирургический набор на три слота. Я хожу так, потому что бывают часто просто переломы, чтобы не ждать, пока он там полчаса будет зашивать медперелом. Я просто юзаю шину и у меня есть CMS-ка, хотя она как бы по показателям конкретной хирургии проигрывает. Но в целом, какой-то хирургический набор у вас должен быть для того, чтобы в рейде вы могли, ну, если вам выбьют живот, не уходить скоротечно с карты, а зашиться и продолжить, так сказать, рейд. Вот, в целом, еще должны быть гранаты. Гранаты нужны, ну, понятно, там, в каких-то перестрелках могут вам пригодиться, но вообще нужны для того, чтобы вы могли позиции рейдеров как-то, ну, раскрывать, потому что они, бывает, где-то прячутся, сидят на месте и не двигаются, ничего не говорят. Вам приходится их бегать, чекать и так далее. А бывает, что какую-то прокидываете гранату, они сразу смещаются, вы понимаете, где они, и, как бы, ускоряете процесс поиска этих рейдеров и тем самым, как бы, не тратите время впустую. И чем больше времени вы тратите впустую, тем больше шанс, что вы сейчас встретите какого-то другого ЧВКшника, не дай бог, он у вас еще там где-то подсидит и так далее. А теперь, что касается тех же ключей, да. С ключами у нас все довольно просто. Первый ключ, который вы можете себе легко позволить приобрести, это кладовая арсенала, название, если чего, можете их с экрана скопировать. Ну, не скопировать, я имею в виду прочитать, ввести, найти, короче, ключ, я думаю, все это способны сделать. Офис управляющего также, ключ. Все это стоит до 100 тысяч рублей. Типа, это те ключи, которые себя быстро очень окупают, они недорого стоят. В целом, за один заход с успешным выходом вы эти ключи окупите. Я еще попробую сейчас купить вот эту вот вещь, ключ-карта с синей маркировкой. Она, получается, у нас стоит 2 сотки. Просто посмотрю, что там лежит, знаю, где это место, посмотрим, что там бывает. Вместе с вами попытаемся понять, поскольку уж видос будет в режиме рейдсплея, как вы видите, текст не подготовлен. Поэтому, как бы, посмотрим, что там бывает, есть смысл или нет. Типа, я в целом для видео рассчитывал вам преподнести это как... Ну, типа, можно купить, если рейд идет успешно, вы уже собираетесь на выход, и вам по пути давайте туда заглянем, там что-то еще долутаем, вынесем и так далее. Типа, ну, сейчас посмотрим, насколько это актуально. Потом, значит, вообще, нахрена вам на лабу, да? Вдруг у вас, вы просто вот как бы играли там за ЧВК, убили какого-то бота, в нем карта, вас убили, она как бы у вас в подсумке где-то осталась без галочки, да? Ну, и типа, вы думаете, идти туда или нет. Вот, типа, в такой ситуации в целом можно эту карту заюзать немножко по этому видео, подготовиться и выйти. Ну, либо же вы реально хотите как-то начать и не знаете, с чего начать, тогда видос тоже для вас будет полезен. А теперь, ну, по ключам, я думаю, понятно. Три ключа нам доступны для покупки. Вот этот очень под большим вопросом. И можете там, не знаю, под конец видео решим, так сказать. Или сами решите, нужен он вам или нет. Теперь, что касается оружия. Не обращайте внимания, у меня тут вот еще было, с тем и пойду, дробовик, да? А в целом должны ориентироваться вот так. Там боты обычно где-то в четвертом классе лазят. У вас должна быть пушка, которая... И патрон. Самое главное, патрон, который шьет четвертый класс. И она должна быть для вас комфортна. Это там может быть М1А какая-нибудь в минимальных обвесах с каким-нибудь там коллиматором. На М8 с патроне или на М62 там, если деньги есть на М61. Можете там РПКшник какой-то собрать себе, не знаю, калаш там, на БТшках хотя бы. Ну, то есть у вас должны быть какие-то виды вооружения, которые пробивают четвертый класс брони, которые вам нравятся, из которых вам удобно стрелять. Просто там откройте, покопайтесь, выберите такую пушку, которая вас устроит. Там хоть не знаю, если рассчитывать убивать только рейдеров и встречать по минимуму ЧВК, то вас может и с КС-ку устроят на ПС-ках. Типа, ну, ботов можно угомонить. А с ЧВК уж там как повезет. Скорее всего, никак не повезет вам. Что касается вообще ЧВК на карте. Не знаю, я всегда, если прям планируете на лабу, пытаюсь минимизировать риск, чтобы не встречать там эти группы из трех человек и всякие пати, хуяти, там, все эти семьи. Кто там играет, один не может играть, ему обязательно нужен какой-то друг, там, жена, бабка, дед, там, я не знаю, со всем вот этой, со всей своей бандой они там носятся. Типа, чтобы этого все избегать, стараюсь стать какие-то менее активные в текущий период времени серваки с длительным временем поиска, там, и так далее, короче, чтобы этого всего там не было. Читтеров там, как правило, тоже не бывает, потому что там нет людей, ни на ком дополнительно навариваться. Ну, типа, обычно, ну, часто бывает, что там вы и еще кто-то, либо вы и просто вы, короче. Нахожу такие серваки, вам стоит тоже покопаться в разные, в разное время суток, в разное время суток, это разные сервера обычно. Так, мы на лабе, да, начну с этого места, потому что я сюда специально прибежал, это место, раньше у меня вызывало проблем, потому что я карту, как бы, не знал, и постоянно тупил, короче, выбираясь отсюда. Смотрите, что больше не буду, постараюсь минимально потратить ваше время, не просто сейчас поиграем карту, покажу основные какие-то эти ключи, места, и на выход постреляемся с рейдерами еще попутно. Короче, здесь просто пробегаем напрямую. Не надо заходить вот эту первую дверь открытую, просто чтобы вы не тупились, чтобы максимально быстро понять, куда идти. пробегаем прямо, либо заходим в оффлайн, тренируемся там, коридоры эти изучаем, проходим, чтобы понимали, куда идете. Если в первый раз, просто открываем, напрямую вот так проходим, все, пролетаем здесь, и, собственно, мы уже в каких-то пригодных для игр локациях, да, мы в этой бойлерной. Здесь у нас какая тема? Здесь редко бывают ЧВКшники, ну, типа, пока вы тут шуметь не начали, вряд ли вы здесь кого-то встретите. Ну, типа, такое может, естественно, быть, но сделать здесь особо нечего. Ключей тут нет никаких, тут вот эти военные ящики, там еще вот они где-то... Короче, тут раскиданы военные ящики, различные сумки там, наборы инструментов и так далее. В целом, если вы там заспавнились, и вы после просмотра видео оказались на лабе, вы там заспавнились, то вам, типа, повезло, вы вышли сюда, можно дальше этого места не идти. Вот это уже выход с карты шарите, то есть его нужно только активировать, и здесь уже можно выйти. И сюда же, на эту локацию, в эту бойлерную, можно вызвать рейдеров. То есть, по сути, да, какой у вас план? Там, поискал тут ящики какие-то, вот эти вот всякие полутал, какую-то тут фигню набрал, пошел, дернул рычаг, заспавнились рейдеры, их убил, попробовал, по крайней мере, убилось, все круто, вышел прямо здесь, все, следующая карта. Типа, может быть, даже такая стратегия. А, давай попробуем, да? Чтобы нам сейчас активировать этот лифт, а вместе с ним вызовутся и рейдеры, заходим сюда, это у нас электрощитовая, пробегаем вдоль стены, здесь еще одна дверь, открываем ее, типа, смежное помещение, выходим в данные коридоры, вот, видим надпись бойлерная, если начнем туда выходить, там у нас уже все вот эти киберкотлеты, эти гуси, блядь, маруси, все там бегают. Короче, смотри, включаем лифт, это сразу кнопка активации пиздюлей. Во-первых, появляются рейдеры в этих подвалах, во-вторых, какая-то киберкотлета, блядь, со слюнями у рта уже может к тебе бежать, то есть ты об этом тоже должен думать, если ты слышишь стрельбу наверху, дергая вот таким вот образом. Слышишь, что происходит? Все, внимание персоналу, внимание киберкотлеты, мазочкисты и все остальные, блядь, в подвалах лазит какой-то трахунец, просьба последовать туда и как бы разобраться с вами, так что в целом могут прийти вас обезвредить, должны понимать тоже это, но как бы здесь риск, риск в любом случае есть. Ой, дальше начинается самое интересное, поиск рейдеров. Пушка у меня, конечно, максимально отстоянная для перестрелки с ними, эргономики 0, она как бы не помешает, да и скорострельность тоже. Короче, после того, как мы это дернули, начинаем по подвалам искать рейдеров. Возможности своей пушки я знаю не понаслышке, мне лучше, конечно, чтобы дистанция как бы была, понял. Ну вот, как бы эти подчаны, блядь, гранаты туда раз, там их целая армия, блядь. Все, движение фекса началось. Один замерз. Ну и там сейчас как-то их закошмарим, их, короче, трое, как обычно, бывает. Математика тут такая, если мы их сейчас убиваем, уже будем иметь порядка где-то тысячи там трех, четырех, пяти, наверное, опыта. За выживание там еще перемножится. короче, тысяч пять, я думаю, получим. Бывает и такое, друзья, бывает и такое. Я была кикнул спать на месте этих ботов, как бы. Сам кинул, сам подорвался, да. Так, ну и все, смотри. Получается, сюда дали гранату, у них гранату, вот этого мы убили, это как-то умер от инфаркта, не знаю, ну и тот сами видели, сам себя подорвал. Да, как бы, то есть пушки достаточно, там СКС, какая-то шляпа, пистолет может быть на хороших патронах, лишь бы. Короче, мы могли как-то с этими ботами конкурировать и вот здесь в подвалах их уработать, если уж расчет у нас чисто на подвалы. Что касается рюкзаков и всего такого лута, ну, желательно с собой, конечно, иметь, можно и на них понадеяться, типа разгрузку, вот раз там, другую взяли. Гранат, вот видите, их тут сейчас в каждом этом покемоне гранат будет просто миллион. Пушку, естественно, я свою как бы уже убираю, потому что, ну, вот это поприличнее в целом будет. В целом, можете уже уходить, да, но у нас сейчас видео не об этом. Не о том. Так, давайте, короче, вернемся к тому, с чего начали. Супер, что-то не дают поговорить нормально. В целом, нормально, ботов тут на вызывали. Целую гвардию. Нужно было обойму не выкидывать, походу. Так, вроде все. Так, вот, значит, этот момент, типа, если мы довольны, результатом, можем вот здесь уже уехать, да? Но мы пока что здесь не за этим, я больше кнопки нажимать не буду сам, потому что, видишь, время выходит на перестрелки. Поднимаемся наверх. Да, допустим, мы заспаунились там, пробежали всю эту локацию, поубивали тут рейдеров, хотим дальше лутать какие-то предметы и ключи, потому что думаем, что на карте никого нету или точно об этом знаем. Все, выходим из этой бойлерной, оказываемся в таком вот месте. С него и начнем, так сказать, наш рассказ. Поднимаясь сюда, видим такой круглый стол. Наверное, знаете что, чтобы я мог сейчас как-то дальше продолжить. Я сейчас войду просто в рейд без ботов. Так, а вот и я. Потому что в таком режиме нереально что-то рассказать, постоянно надо будет с кем-то стреляться. Короче, выходим в это место, видим круглый стол. Значит, здесь сразу о чем думаем. Во-первых, сам круглый стол, да, здесь у нас есть военный ящик, а в целом можем здесь найти разведданные. Разведданные, и тут еще различные флешки, по-моему, что-то такое бывает. Но самое ключевое, то что здесь можно найти разведданные, его стоит проверить. Уходим с этого стола, здесь у нас, значит, есть возможность тоже найти разведданные. плюс здесь довольно много компьютеров. Компьютеров тут прям приличное количество, потому что это какое-то офисное помещение, здесь много всяких компьютеров, и вот здесь, если вы очень везучий, будут разведданные. Я в целом парочку разных отделов. также есть такая фишка, если вас как-то начали принимать, можете, короче, стекла эти бьются. А бьются они здесь не везде, к слову говоря. Так, если пойдем от этой лестницы направо, у нас, короче, в этом помещении разведданные, на столе могут быть разведданные, двигаемся налево. Это одна из самых, так сказать, примечательных комнат данной карты, потому что здесь, во-первых, вот прямо куда я смотрю, это фиолетовая ключ-карта открывает данную дверь. Эту дверь открывает красная ключ-карта, а вот здесь еще до кучи могут быть разведданные. Плюс, даже если у вас нет ничего, то есть, вы сюда можете войти, здесь ряд компьютеров стоит, могут быть разведданные, тут еще есть вот этот ящик, и вот здесь также бывают различные луты, медицина всякая и так далее. Короче, данная комната пользуется довольно большим, ну, большой популярностью, ну, и в общем, часто бывает так, что либо здесь уже кто-то, либо когда вы вошли, если карты наполнены, то вас будут рашить. Короче, имейте в виду, вы не один сюда желаете попасть. вот у нас комната охраны получается здесь, да, ближайшая активация ботов тогда у нас где будет. А, ближайшая активация ботов это направо, бежим направо отсюда, чтобы мы могли активировать еще ботов, вот, нижние этажи все проактивировали, да, нам недостаточно. Еще идем сюда, здесь также есть кнопка, то есть можно нажать, выйдут еще боты, и это же будет нашим еще одним выходом, то есть после того, как мы нажмем, у нас будут открыты ворота, из ворот этих выйдут боты, иногда они не выходят из ворота, а спавнятся где-то там позади вас на карте и будут постепенно к вам идти, но суть в том, что поднимутся данные ворота, вы можете войти туда после отстрела ботов, как правило, и выйти. Это также один из выходов. Все, это вот как бы одна кнопка, которая у нас на каких-то верхних этажах расположена. Теперь как нам найти другую? Чтобы найти другую кнопку, нам нужно двигаться в направлении, сейчас покажу вам, то есть вот у нас эта комната, нам нужно двигаться вон в том направлении, там у нас будут ангары, там еще есть такая же кнопка, которая расположена получается на этом этаже и там такой же принцип. Открываются ворота, выходят боты, отстреливаем ботов, после чего можем выйти. Здесь также боты могут спавниться и без нажатия кнопок. Бывает их вообще чрезвычайно много, если вы взяли мало патронов, это может быть проблемой для вас. У меня бывали такие рейды, что просто не хватало уже патронов, они шли, 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 их бесконечное было какое-то множество. здесь, соответственно, открывается данная дверь, видим опять кнопку, она может быть активна, может быть, как сейчас неактивна, после чего у нас откроются вон те ворота, и все точно так же, как на парковке, они открываются, если оттуда выходит боты, их убиваем, после чего можно там выйти будет. Боты, опять же, именно там могут не заспавниться, они могут заспавниться где-то в этих дверях часто бывает прийти вот с этого этажа с нижнего, ну, короче, сценариев тут как бы ни один и ни два, а ты не обязательно появится прямо из этой двери, но так бывает очень часто. Так, это значит первые два каких-то у нас места, где можно вызвать рейдеров, и где можно соответственно выйти, с карты. Опять же, после того, как вы нажимаете кнопки, об этом знает вся карта. И так опять для ориентира, вон у нас все еще круглый стол, который я видел в начале, да, пробегаем соответственно в соседний зал, и видим следующую картину. Вот это вот у нас какой-то офис директора, и это очень интересное место для лутинга какого-то, потому что это место себя очень хорошо окупает. Тут у нас бывают разведданные раз в полгода, вот это окно можно разбить, можно войти туда просто, по-человечески как бы. Что касается стекол в этом помещении, вот эти стекла с этими полосками, они как бы не бьются, но немножко простреливаются. В целом, если вы хорошо одеты, убить вас будет довольно трудно, потому что по-моему начнут стрелять, и у вас еще будет шанс выбежать, потому что урон вы будете получать какой-то частичный. После того, как вошли сюда, вот здесь бывают у нас биткоины, биткоины, вот здесь сейф еще дополнительно стоит, короче, данная комната по окупаемости довольно хорошая, с учетом то, что ключ стоит 80 тысяч, но вот здесь можно, ну короче, окупить его можно за один заход. Как только выходим обратно в коридор, да, смотрим направо, видим вот это вот помещение, это тоже помещение, которое открывается ключом, там у нас куча различных обвесов, глушителей, там всякие вот эти мелочи. Небольшой фейл. Так, я перепутал данные ключи, вот это кладовая арсенала, это открывает вторую дверь в красную комнату, за что извиняюсь, значит, нас интересует данный ключ, тест-зона это называется, он открывает данное помещение, там у нас всякие обвесы, глушители, оружие можно найти, еще ящик военный здесь патроны бывают, иногда бэскит лежат, вот здесь иногда много всяких глушителей, магазинов интересных, ну короче, на стол обычно обращаю внимание, что здесь сейчас заспавнилось, типа, чего у нас сейчас здесь за оружие, вот тут эмка, видите, то есть уже что-то плюс-минус даже здесь собираться начало, короче, ну неплохо, тоже вошел сюда за один заход, то есть ключ я сейчас за 70 тысяч купил, за один заход тут, пожалуйста, как бы ключ окупился, после того, как мы закончили шерудить в данном помещении, двигаемся ровно в противоположную от него сторону, наша цель найти и увидеть вон тот купол, там спавнится лидикс, он появляется вот на этих бочках, напротив у нас когда-то спавнилась вот здесь видеокарта, здесь есть компьютер и военный ящик, а теперь что дальше, значит, после того, как мы офис этот посетили, ориентируемся, да, вот если смотреть на этот офис, и вот здесь как бы есть такой мостик, грубо говоря, да, мостик, благодаря которому мы туда попадаем, а напротив у нас есть лестница и там нет мостика, там где мостика нет, там у нас находится зеленая серверная и комната, зеленая комната, короче, комната, которая открывается зеленой ключ-карты, там довольно интересное место, но ключ-карты у нас к сожалению нету, потому что она приличных денег стоит, а вот это место активируется как раз той самой одноразовой ключ-карты, про которую я вам говорил, ключ-карта с синей маркировкой, можем ее сейчас применить, ну и посмотрим, что там в целом вообще бывает, реально ли ее как-то окупить вообще, может быть в какой-то заход и реально будет, не знаю, в оффлайне вроде как тут спавнится, ну так же как и в онлайне, но скорее всего карта свеч не стоит, я за те разы которые был на лаборатории ни разу не видел, что это было открыто, не знаю, с натяжкой наверное можете в какой-то рейд окупить все это дело, стальмоскоп у нас тут лежит, хотя может быть если я сейчас глаза получше открою, мы тут с вами и найдем чего-то всякого разного так, ну в целом карта я купил за 190 по-моему, да, карта 190 тысяч еще фломастер пожалуйста я реально ни хрена не вижу тури, оно все просто с задержкой спавнится куртку еще раз чек, вроде бы все ну вот такой расклад то есть ну примерно наверное где-то на те деньги которые я потратил на эту карту где-то около того я отсюда и вынес ну не знаю смысла в плане окупаемости наверное мало потому что отобьется покупка карты а уже вот насчет заработать это вряд ли так смотрите получается вот из офиса управляющего попадаем сюда здесь зеленая ключ карта здесь ключ карты с синей пометкой теперь у нас еще здесь на этом уровне еще одно помещение которое тоже активируется картой берут на случай вдруг у вас эта карта есть бежим сюда получается вот здесь очень прикольное место сюда стоит зайти доступно всем дверей нет карт не нужно здесь можно медицины подлутать неплохо всю внимательно просматриваем попадаются здесь аптечки зашивалки шприцы различные короче зайти сюда стоит если есть время позволяет ситуации здесь можно найти медицину и за это можно не платить что очень здорово так по итогу двигаемся на этаж ниже попадаем сюда вот здесь для того чтобы открыть данное помещение нужна синяя ключ карта это синяя ключ карта здесь нужна в целом но если она у вас есть круто покупать ее смысла очень немного как правило она дорогая окупаться будет тысячу лет если только вы играете карту дан нон-стопом играйте 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 короче ладно бежим это синяя ключ карта пробегаем по коридору здесь нас ждет вот и данное помещение она стоила 4 миллиона в прошлом вайпе купил не знаю успел я успел ли ее окупить но в целом как бы здесь бывает куча шприцов по кругу вот так шприцы штук 5-6 можно здесь найти как бы она обычно недорогая я думаю с учетом того вайпа в этом вайпе актуальность слабо выше не знаю по ценам возможно короче если она у вас есть это черная карта можно тоже заходить в целом помещение такое на шприцы вас точно подогреет смотрите вот черная карта там была синяя карта мы сейчас получается на уровень ниже просто где были тут у нас все еще офис управляющего побежим дальше допустим залутали там какую-то черную карту а вот это у нас серверная серверная сейчас еще вас дополнительно сориентируя выбегаем сюда вот зеленая карта комната которую мы с вами открывали с синей пометкой вот зеленая карта открывает данное помещение вон у нас офис управляющего вон там короче получается ангар с ботами ангар где активируются боты и вот здесь у нас серверная справа от ангара серверная здесь всякие киберспортивные войны происходят как бы вот эти стекла которые простреливаются но хреново короче здесь ребятки воюют но мы здесь не за этим нас интересует вот данное помещение оно смежное с вот тем ангаром где мы активируем ботов здесь у нас есть военный ящик здесь у нас на столе бывают всякие обвесы глушители и прицелы а здесь вот в этом месте бывает лидикс именно за ним сюда стоит прийти если спустимся вниз если спустимся вот здесь здесь кстати есть спаун бываете спаун спаунитесь вот здесь и соответственно как бы можете залутать эту серверную и уже чуть ли не на кнопку нажимать активировать ботов ну рейдеров вот ну то есть это место где откуда у нас рейдеры выходят то есть вот эта дверь была бы она такая как бы запутанная но в целом здесь нужно просто пару раз побегать желательно в оффлайне чтобы у вас была возможность все это понять что где находится напротив чего и так далее а теперь давайте же попробуем попасть на выход да вот мы оказались вот в такой вот какой-то в таком месте как нам добраться до выхода как вообще сориентироваться в какой стороне у нас эти выходы лифты и так далее мы не каждый рейд и вообще редко будем выходить на каких-то вот этих кнопках да там активирую кнопку там же вышли то есть бывает так что вы что-то нашли или какой-то замес случился кого-то убили рейдеров пачку либо там я не знаю чего-то другого у вас там пушки броня какая-то вы уже хотите удалиться с карты как нам сориентироваться куда идти давайте сразу покажу как найти короче лифты так вот этот зал с круглым столом да ну там у нас в начале видео было бойлерное то есть можно там выйти если вы в той части карты можете соответственно побежать туда и через бойлерную выйти это будет выглядеть следующим образом мы здесь где-то в районе этого круглого стола пробегаем попадаем в бойлерную ну и грубо говоря уже все вышло пас у нас бойлерная активировали эту фигню пробегаем в это смежное помещение в электрощитовую раз вдоль стеночки еще дверь и вот он выход жмем на кнопку уходим бывают кемперы вон там стоят ждут таких как вы которые хотят выйти так что осматриваемся выходим что касается если мы не в этой части карты а соответственно в противоположной да пропан кстати ждет когда я его забил ну ладно мне сейчас некогда так сказать так ну соответственно если отталкиваться от этого места чтобы нам добраться до других лифтов нужно бежать вот в таком направлении то есть ровно в том направлении двигаемся и найдем обязательно лифты не вот эти ангарные ворота а вот другие лифты которые я уже показывал в этом видео но сейчас мы до них добежим вот у нас офис управляющего тут мостик и вот напротив соответственно всего этого дела у нас где зеленая карта и где серверная через эти все помещения можно пробежать к лифтам можно забежать в серверную добежать до туда сейчас покажу не будем торопить события давайте что поскидываю не знаю чтобы у меня перегруза не было так мы можем вот здесь да соответственно удалиться с карты начать так сказать процесс выбегания спускаемся тут вон там у нас дверь можем так это сделать можем соответственно попасть на этаж на этаже выше мы оказываемся вот здесь у нас лестница будет тоже до конца спускаемся оказываемся в подвалах в конце вот этого коридора вон там видите вот эту дверь это тоже лестница то есть мы окажемся в одном и том же коридоре если мы через серверные спускаемся вот серверные да вначале показал то мы вот здесь то есть вон я вот там стоял вот лестница раз мы вот тут и в эту дверь Забегаем, соответственно, бежим в самый низ. Это, по сути, наиболее быстро. Это быстрый такой выход, если прям через серверный, да, вы идёте. Раз. Вот у нас уже лифт, через который можно уйти с карты. Оттуда иногда рейдеры приходят, имейте в виду. Вот у нас электросчетовая. Подаём себе питание. Вызываем лифт. Вот отсюда мы только что вышли. Всё, вот наш лифт, пожалуйста, вызываем. Тут можно выйти. Могут рейдеры на это забатиться. Иногда, ну, короче, осматривайтесь. На лабе всегда осматривайтесь. Это бойлерный лифт, короче. Редко выходит, но вдруг вам понадобится. Вдруг вы не один играете или что-то там, короче. Вот здесь у нас опять, да, двигаетесь по этому коридору. Наш лифт вот здесь. Соответственно, это недалеко от лифта. Вот буквально тут какие-то 20 метров вперёд. Направо дверь, ещё направо. Это решётка, активация. Вот, слышите, здесь уже точно могут быть рейдеры. Вас объявили, что кто-то активировал лифт. Я не знаю сам эти сектора. G, B, O, там, какие-то секторы объявляются, короче, по громкой связи. Мы можем с вами в таком раскладе как бы выйти на два этажа выше. Не знаем, кому это нужно, как бы. Но ситуации разные бывают. Возможно, как-то прижмёт ситуация, и вам придётся выходить именно здесь. Вызываем, выходим. Вот здесь как раз тоже, если вы тут решили выходить, можете как раз вот этот медпункт залутать. Возможно, что-то полезное будет. Ну вот, типа лифт приехал. Здесь ещё можно что-то подлутать даже, и всё. Собственно, уезжаем с карты. Там у нас зелёная карта на этом этаже. В целом на этом всё. Думаю, достаточно много информации для того, чтобы вы начали что-то делать, как-то здесь учиться играть. Думаю, что если вы, используя данный ролик, пару раз в оффлайне сбегаете на данную карту и найдёте все места, которые я вам показал, научитесь относительно этих мест перебегать, как-то ориентироваться, в какую вам конкретно сейчас бежать сторону, ну и так далее. Короче, всё у вас получится, если сами немножечко над этим поработаете. Если было полезно, ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал. И до новых видео.